напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали кто вместе с лениным на этой знаменитой статуэтки а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это статуэтка ленин и рахия так она названа в каталоге работ скульптора чеботарева скульптор запечатлел момент когда ленин и его телохранитель эйна рахия отправились в смольный телохранителем ленина стал финский рабочий большевик он участвовал в гражданской войне командовал полком и дивизии в годы не парахи спился умер от чахотки в 1936 году что изначально продавалось в такой металлической коробочки в такой коробочке продавали грузинский чай высших сортов экстра а потом коробочка из-под чая превращалась в коробочку для хранения пуговиц и других мелких вещей у моей бабушки до сих пор есть эта коробочка и там хранятся пуговички сколько человек получили воинское звание маршал советского союза звание маршал советского союза было присвоено 41 раз из них 36 профессиональным военным 5 политическим деятелям в последний раз звание маршала советского союза было присвоено 28 апреля 1990 года дмитрию язову что это за предметы из советской эпохи эта коллекция стальных и латунных перьев для ручек вставочек в школе перьевые ручки просуществовали до 1966 года потом разрешили пользоваться шариковыми ручками между тем перьевые ручки развивали у детей микромоторику ученые института гигиены подростков выяснили всего за год после замены перьевых ручек шариковыми микромоторика у третиклассников ухудшилась на 10 процентов для кого в ссср делали такие кожаные перчатки варежки это перчатки краги летчиков полярной авиации конца сороковых годов двадцатого века изготавливались они из кожи и меха при необходимости на перчатки надевались престижные кожаные рукавицы что это за коллекция предметов из советского союза эта коллекция опасных бритв пользование и заточка таких бритв требовала навыка граничащего с настоящим искусством опасная бритва вдохновляла многих писателей и киношников ею пользовались персонажи эдгара поо ильфа и петрова энтони бёрджеса саймона грина и стивена кинга первому чему посвящен был этот памятный значок 1929 года это значок первого всесоюзного слета пионеров в москве в 1929 году значок очень редкий и почти без дымали интересен композиционный центр в кружке изображен деревянный мавзолей ленина 1924 года в августе 1929 года когда на стадионе динамо проходил пионерский слет этот мавзолей уже разобрали и начали строить новый каменный что это за интересное устройство с проводами это советский полевой телефонный аппарата 57 обеспечивал надежную связь по двухпроводным линиям в любых климатических зонах от заполярье до тропиков аппарат широко применялся в вооруженных силах стран варшавского договора аппарат применялся также в геологии на железнодорожном транспорте в качестве связи с местом аварийно восстановительных работ с помощью телефонного аппарата возможно управление радиостанциями малой и средней мощности по кабельной линии на расстоянии до 150 метров для чего трубка аппарата имеет тангенту что было внутри такой советской бутылки из стекла это флакон для одеколона северной середины 50-х годов 20 века до революции этот одеколон выпускала фирма бракар и к а дизайн флакона разработал художник казимир малевич тот самый что нарисовал черный квадрат сначала флакон айсберг делали из специального рифленого стекла но в советское время технология упростилась стекло изготавливали прессованием что показывала эта жестяная табличка на доме в 20-х годах это жестяная табличка госстраха ссср 20-е годы прошлого века такой шестиугольник свидетельствовал о том что строение застраховано от пожара стоит сказать что страхование домов также было популярно и до революции для какой техники которую выпускал завод красный пахарь это гаечный ключ киевского завода сельхозмашин красный пахарь завод был основан в конце 19 века чешскими предпринимателями киевские сельхозмашины охотно покупали не только в россии но и поставлялись на экспорт в австро-венгрию сербию и болгарию советское время завод освоил производство небольших локомобилей для сельского хозяйства несколько десятков киевских таких локомобилей были в томской области для чего предназначался этот маленький дирижаблик в 1937 году а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это елочная игрушка дирижабль московской артели все для ребенка выпущенная в 1937 году двумя годами ранее в ссср вновь разрешили праздновать новый год и возобновили выпуск елочных игрушек картонных ватных и стеклянных особенно ценятся сегодня такие вот игрушки из тисненного и раскрашенного картона как дирижабль что это за старинный предмет который использовали в советские времена это дирижерская палочка сделанная из слоновой кости и черного дерева в россии в начале 20 века это изящная вещица принадлежала барнаульскому музыканту трофиму федоровичу меркулову дирижеру оркестра летнего театра оркестр играл в городском парке за нынешней филармонией до 1932 года в 1932 году меркулов переехал в биск какое советское министерство вручало такие нагрудные знаки своим работникам это нагрудные знаки министерства путей сообщений середины 50-х годов двадцатого века вручались отличившимся работникам служб наркомата путей сообщения с 1943 года в 1957 году был введен единый ведомственный знак отличник социалистического соревнования министерства путей сообщений из чего советские граждане делали таких рыбок и чертиков всевозможных чертиков собачек и рыбок плели из медицинских капельниц от безделья в советских больницах 80-х годов использованные капельницы выпрашивали у медсестер и добывали в мусорных контейнерах вход шла не только трубка но и толстая игла и колесики от зажимов регулирующих скорость капания иногда трубки подкрашивали йодом зеленкой или марганцовкой поделки из капельниц в те годы украшали кабины автобусов и троллейбусов что означает аббревиатура о д эр на этом нагрудном значке это нагрудный знак члена общества друзей радио конца 20-х годов 20 века общество друзей радио это добровольная организация созданная в 1923 году цель пропаганда радиофикации и обмен опытом между энтузиастами в 1938 году организация самораспустилась а радиофикации продолжила заниматься государства для чего предназначалась такое устройство с зеркалом это советское собирающееся зеркальце для бритья с чашей для пены 30-х годов 20 века такое зеркальце удобно было брать с собой в поездки так как из-за складывающейся возможности зеркальца в чашу шансы разбить зеркальце были минимальны что продавали в такой жестяной коробке в 50-х годах это жестяная коробочка от тахиной халвы выпускаемая московской кондитерской фабрикой имени марата в середине 50-х годов 20 века фабрика располагалась в самом центре столицы на большой ордынке с довоенных времен специализировалась на выпуске халвы леденцов и витаминизированного драже яркие маратовские коробочки дети использовали как копилки а взрослые хранили в них гвоздики табак и прочую полезную мелочь как называли первых зрителей первых телевизоров в ссср в ту пору телевизор был экзотикой и немыслимой роскошью счастливых владельцев квн-49 телерекордов называли радиозрителями и трансляция велась с помощью у кого вещания что описано в книге глоткова телевидения за 1954 год поскольку у кого вещание возможно лишь в пределах прямой видимости радиус действия первых телепередатчиков не превышал 50 километров а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский прибор в данном коротком ролике «Музыка» Напишите в комментариях ваш вариант ответа для чего предназначен этот советский прибор Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова